А почему люди уходят друг от друга? Знаете, в чём причина? Потому что они неправильно понимают, что такое любовь. А правильное понимание любви — это очень сложная вещь. Понимаете, вот когда ты будешь испытывать чистое, светлое чувство от человека, ты никогда от него не уйдёшь. Куда идти? Для чего? Ты уже почувствовал самое лучшее. Зачем тебе уходить? Уходят люди, потому что они ищут влюблённости, они хотят наслаждаться, хотят друг другом. Чистоты не почувствовали ещё друг другу. Так вот к этой чистоте женщина и должна стремиться, потому что женщина является орицетворением любви. Она — центр семьи. Вот она и должна направить себя к Богу. Мужчина подтянется позже. Если человек ушёл, и вы хотите ему простить, это тоже хорошая и правильная тема. Об этом тоже стоит поговорить. Понимаете, прощение в данном случае означает подарить человеку счастье. Сказать, пусть будет счастливым. Нет смысла как бы счастье только при себе держать. Пускай все будут счастливы вокруг. Как это сделать? Нужно понять, что подарить счастье может только тот, кто его имеет. Наполнитесь Богом. Станьте богатым. Молитесь. Думайте о Нём. Служите святости. И в этот момент, когда вы почувствуете наполненность, вы сможете его простить. Как в этом случае выглядит просещение? Оно выглядит в виде благословения. Ну, то есть, если ничего плохого, в общем-то, человек вам не сделал. Ну, просто он не нашёл счастья с вами, ушёл. Бывает такое, что делать. Для того, чтобы ему простить, нужно сначала наполниться. Вот в этом суть. Потому что человек так хочет, чтобы он его наполнил. Поэтому и страдает. Наполнитесь без него. Отвлекитесь от этого человека. Привлекитесь тем, что действительно наполняет. Пойдите где-нибудь в святое место. Часто очень помогает жизни, допустим, в монастырском комплексе каком-нибудь. Поедьте прямо там, где святые люди живут. Сама атмосфера чистит. Вы прямо начнёте там жить, начнёте служить добрым людям, которые живут для Бога. Сразу же станет легче. Сразу станет легче. А потом пожелайте искренне человеку, чтобы всё было хорошо. Отдать человеку счастье. Подарить ему счастье. Есть иногда ситуации, когда человек должен отпустить чувства. Не гасить его, а просто дать ему жить. И тогда облегчение сердца наступит. Такие ситуации тоже бывают. Эта ситуация касается чистой памяти об очень трудных вещах. Чистая память о том, что было очень тяжело. И человек в этом случае не должен бояться этой памяти. Он должен, наоборот, вспоминать и вспоминать. И тогда сердце будет облегчение. Потому что Бог именно этого хочет. Вспоминай то, что было хорошего. Может быть, в этом хорошем ты помнишь много трагичного. Но ты вспоминай. Не бойся, потому что эта память не является чем-то плохим. Просто она очень болезненная. Но она нужна. То есть надо продолжать думать. Это хорошие мысли. Они облегчают сердце. Если человек вспоминает то, что он сделал очень возвышенно и чисто, и это сопровождается страданиями, потому что там были потери, то надо продолжать вспоминать. Проблем никаких нет. Судьба это как шарик здесь в области сердца. Шар такой. Там водичка находится. А в ней туша живет. Водичка — это энергия счастья. Я вам энергетически говорю, как все это устроено. Что такое камень сердца? Это когда событие, которое происходит, оно очень близко к Душе находится. и событие нехорошее, понимаете, которое душа, она соткана из вечности, из любви и знания. И вот эта энергия вечности, любви и знания, она окружает душу. Это ее такое внутреннее пространство жизни. Ей нужно это пространство, и вокруг нее, вокруг этого пространства формируется такое понятие, как вера. Ну что такое вера? Это то, что защищает вот это пространство чистоты. Понимаете? И человек хочет, чтобы это пространство чистоты, которое вокруг Души находится, вот мы все хотим вечности, да, в жизни, хотим любви чистой, хотим знания такого чистого. Так? И человек хочет соединить это пространство с жизнью. И если он, у него получается где-то соединить, то есть его вера, другими словами, соединяется с этими тремя источниками, чистота, любовь, вечность, знания, то человек начинает очень сильно опираться на это все в жизни. И если у него вера была неправильная, неправильная означает, что он поверил в бренное, во временное, не в вечное. То тогда, когда это бренное разрушается, то у человека остается там в глубине рана, ну то есть или дисгармония такая. И это чувствуется как камень, такое что-то в глубине там засело, как камень в сердце. И чтобы его убрать, этот камень, нужно заменить это чем-то более чистым. И причина этого камня — это неправильная вера. Вот если человек более чистым заменяет то, что было, тогда это то, что было, постепенно начинает размягчаться. И не то, что человек забывает то, что было, он просто дает этому другую оценку. Он понимает это иначе, не так, как он понимал раньше. Понимаете? Ну то есть, значит ли это, что мы должны отвергнуть человеческие ценности? Вот допустим, у нас есть ценности, у нас есть дружба, допустим, да, чистые отношения. У нас есть как бы семья там, страна там, мир, в котором мы живем и так далее. Не нужно отвергать эти ценности, они все равно очень глубоко заходят в нам сознание. И вот эти вот, ну, как бы рубчики на сердце неизбежны из-за этого. То есть мы все равно, мы же хотим глубокой жизни, мы хотим не поверхностной, мы хотим глубокие отношения с близкими людьми строить, верность, чистоту. Мы хотим глубокие отношения строить с этим миром, страной там, со всем, что нас окружает. Но надо знать, что все, что нас окружает, имеет временную природу. И если мы с вечным более глубокие отношения параллельно строим, то тогда временное не сможет нас ломать. Оно просто указывает, ставит печати свои, показывает нам этот мир, показывает себя вот именно так, что он меняется. И меняется часто не в нашу пользу. Просто часто люди сильно погружаются именно в то, что происходит прямо сейчас. Понимаете? И это может настолько сильно сломать, что человек может потерять даже свою жизнь. Потому что что такое депрессия? Эта депрессия означает отказ от жизни. Видите, мы даже сейчас во время беседы несколько случаев таких увидели, что, допустим, женщина, у нее нет цели в жизни какой-то, она не включена. И в результате она пострадала от того, что близкий человек ушел из жизни, и дальше начала метаться туда-сюда, туда-сюда. Вот. И влюбилась. А вот, ну, как бы влюбленность — это кажущийся такой вариант цели жизни. Понимаете? И она сразу туда, вот влюбленность, там наркотики и всякая ерунда, и все, погибели. Понимаете? То есть, а включиться в истинную цель жизни она не смогла, потому что не хватило понимания, знания. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что часто жизнь нас ломает, и мы цепляемся за что-то, да, для того, чтобы жить дальше. И часто это бывает не то, что надо. Понимаете? Такое может быть. Поэтому каждый человек, если вы видите, что ваш близкий тонет, начните все равно с себя. Потому что, если вы сформируете свое сердце правильно, то тогда и близкому человеку будет пример. Потому что люди живут только через пример, они не могут сами понять. Им нужен кто-то, чтобы он показал. Человек сам не может понять. Нужен пример. Вот даже я, допустим, вам расскажу, все равно полного понимания не будет. Поэтому в современной культуре, в современном обществе самое ценное, что человек должен понять. Он должен искать изо всех сил настоящую дружбу. Настоящая дружба – это не дружба выходного дня. Вместе собрались там, отпраздновали, поболтали. Понимаете, люди в основном сейчас одинокие. То есть, они живут работой, домом, телевизором. Сейчас много развлекаловки, все эти фильмы различные, там, игры и так далее. Это все предназначено для того, чтобы человека отвлечь от его жизни. Но работа и дом – это не жизнь, это поддержание жизни. Вот для того, чтобы жизнь текла, нужны дети, нужны муж, нужна работа. Но жизнь означает развитие. Человек живет не для того, чтобы был дом, муж, работа. Он не для этого живет. Он живет для того, чтобы сердце свое углубить в истину, погрузиться глубже в истину. Истина – это Бог. То есть, нужны вот эти отношения с высшей чистостью, вот этой истиной. И этот мир так устроен, что если этих отношений нет, то то, во что мы погружаем себя сейчас, будет нас очень сильно травмировать. Еще раз повторяю, муж нужен, жена нужна, работа нужна, дети нужны, все это нормально. И нужны глубокие отношения со всем этим. Но если мы в это все погрузились сильно и думаем, что жизнь человеческая для этого нужна, то тогда сама жизнь заставит нас понять, что это не так. А как она заставит нас это сделать? В сердце появится камень, который жить не будет давать. И пока вы не встанете на правильный путь жизни, камень будет оставаться. Ну, то есть, для того, чтобы камень убрать, нужно заменить то, что сейчас есть, на что-то более ценное именно для вашей жизни. Поэтому, с точки зрения, вот этот камень, который мешает жить, или вот эта обида, или разочарование внутреннее, или зло, которое жизнь причинила вам, это все нужно. Нужно. Для чего? Для того, чтобы сердце мое просветлело. Для того, чтобы я, ну, как бы, ожил. Для того, чтобы я стал другим. Для того, чтобы произошло внутреннее возрождение, понимаете? Нужно жизнь очистить свою, поменять. И для этого самое важное в жизни, самое важное, это соратники, люди, которые вот живут так же, как вы. Поэтому ставьте такую цель в своей жизни. Ставьте цель найти себе людей, с которыми, не обязательно они прямо в соседней квартире будут жить. Сейчас возможность общения очень большая. То есть, можно переписываться в интернет, можно видео обмениваться, общаться. Ну, то есть, вот именно надо найти такого человека, таких людей себе, которые бы шли таким же путем, как вы. И это будет первый шаг к тому, чтобы убрать камень из сердца. Потому что камень, по факту, убирается, когда человек в жизни встает на новую ступень. На новую ступень отношения с истиной. Еще раз повторяю, жизнь — это хорошая штука. Если есть светлые чувства, это хорошо, понимаете? Но если мы формируем светлые чувства только к человеку, то тогда это закончится трагедией. Потому что люди не живут вечно. Больше вам того скажу, что вот, допустим, представьте у вас светлая, чистая любовь к человеку. Вы молитесь Богу вместе, но вы как бы верите вот именно в эту светлую, чистую любовь к своим близким человекам. Больше всего на свете. Даже если возьмем самый лучший вариант, допустим. Я просто вам рассказываю то, что я видел. Не то, что я сейчас сочиняю. То, что я видел. Даже в этой поездке. У меня сейчас загадчивается поездка по Дальнему Востоку, я как бы лекции читал. Даже в этой поездке я это видел. Человек прожил всю жизнь хорошо с человеком. Молились, работали над собой. Но вера все равно в человека. Понимаете? Результат. Человек рождается в следующей жизни. И хочет найти себе человека, которого он уже не может найти, потому что человек остался в прошлой жизни. Понимаете, о чем я говорю или нет? Ну то есть там светлая память о человеке осталась. И он ищет теперь этого человека и не может больше ни с кем жить. Потому что ему нужно такое же. Он уже не может на меньшее согласиться. Я знаю примеры, когда женщина, допустим, очень хороший, светлый муж уходит из жизни. Она не выходит замуж больше. Она не хочет размениться. Она общается с кем-то, отличается, видит. Ну как бы все. Это нормально. Понимаете? Можно жить одной и как бы с Богом. Нормально для кого? Для человека, у которого есть среда, в которой он живет. Еще раз повторяю, мы дорогие друзья. Попытайтесь понять эту истину. Ни работа, ни семья, ни телевизор не являются средой, в которой вы живете. Среда — это сообщество людей, которые идут тем же путем, что и вы. Вот это среда. И вот она, именно среда, в которой человек живет, она дает человеку жизненные силы. В чем разница? Понимаете, семья не дает человеку жизненные силы, она забирает. Работа не дает человеку жизненные силы, забирает жизненные силы. Что дает человеку жизненные силы? Природа дает. Вот это среда, в которой человек может жить. Но мы оторваны от природы. Мы не знаем, что это такое. Мы уже забыли, мы атрофировались. Мы не понимаем, что она дает силы. Я говорю, давайте по лесу бегайте. Все говорят, Олег Геннадьевич, вы с ума сошли, я от этого бегаю. Чего вы об этом все время говорите? Так я вам говорю об этом, потому что все атрофировались. Нет контакта с природой, означает нет здоровья. Мозги не включаются в эту тему у многих людей. И они меня всё время спрашивают, как мне от бесплодия избавиться. Идите, начните двигаться на природе. До свидания, бесплодия. Я почему об этом говорю? Я говорю о среде, понимаете, которая даёт человеку возможность жить. Даже просто человек элементарно начинает зарядку на природе делать. А лучше длительное движение, понимаете. Поэтому я говорю бег или ходьба. И тогда что происходит? Тогда происходит то, что вы наполняете этой энергией здоровье свою семью. Уже камешков меньше, понимаете. Потому что часто люди страдают просто элементарно от истощения. Вот он приезжает домой, меня люди жалуются. Мурталик Геннадьевич приезжает домой и одно и то же. Кислые морды вокруг. Ни с кем невозможно поговорить. Все нервничают, злятся. Поднимите руку, у кого такая ситуация. Это означает, что вам не хватает энергии природы. Потому что когда человек на природу... Вот я посоветовал одной семье. Вот этот совет говорит, идите в парк, гуляйте вместе с мужем. Они мне обратную связь дают. Говорит, Олег Геннадьевич, вся жизнь изменилась. Понимаете, они просто погуляли. На полной энергии природы. Кислой морды нет, потому что хорошее настроение у человека — это энергия природы, хорошее настроение. Оно берётся от природы, не от телевизора, не от мужа, не от детей. От природы хорошее настроение берётся. Проверьте на собачке. У кого есть собачка? Неделю не пускайте на улицу. Посмотрите, она станет гадой. Вот. Потом в следующей неделе только каждый день на улицу она. Счастливая станет. Вы что думаете, у нас тело чем-то от собачки отличается? Та же самая конструкция. Тоже нужна энергия природы. Вот собачка, она тупая, понимаете? Она просто хочет на природу. Она орёт, гавкает. Поэтому по парку только с собачками гуляют. Мы очень, понимаете, мы очень интеллектуальны. Вот собачка тупая, она понимает, что ей надо жить. Поэтому она в природу лезет. Кто ещё не понимает тоже? Маленькие дети. Поэтому в парках гуляют только две категории людей. С собачками и с маленькими детьми. И ещё те, кто уже не тупые, которые уже поняли, что надо жить. Что-то их пробило как-то. Всё остальные все очень разумные, понимаете? Интеллект зашкаливает. Означает, что как бы атрофировалось правильное представление о жизни просто. Это одна тема, да? Говорит, при чём тут камень в сердце убрать? Ну, если говорить о сердце, вот ещё раз повторяю, там это такой шар энергетический, да? Внутри него находится судьба, душа. И она через вот эту энергию счастья или страдания, то есть внутри шара находится энергия определённая. И эта энергия, она или счастье, энергия страдания, ну, допустим, близко с душой находится такой рубчик, да? От того, что близкий человек ушёл. Но кроме этого рубчика же много всего остального есть. Если там муть в целом, вот человек смотрит на жизнь, как бы, и муть. Что это значит? Не хватает энергии природы. Ну, то есть, другими словами, человек не наполненный просто. Как он рубчик будет побеждать? Ему же силы нужны. Вот силы, можно, допустим, силы природы трансформировать в какие силы? Духовные силы, нравственные силы. Понимаете, поэтому есть базис определённый. Люди думают, что они силы получают только от жертвы. Не факт. Если человека запелеть в квартире, его кормить хорошо, что он будет нормальный, здоровый? Нет. Ему нужна природа. Понимаете? Теперь у меня вопрос. У кого такое состояние? Поднимите руку. Всем бегать на улицу! Печаль пройдёт сразу, с первого раза. Поняли? Тема закрыта, да? Разобрались? Природа, энергии природы не хватает. От этого взялась печаль. Он стоит тупит возле окна. Он уже не может даже радоваться. Он думает, блин, что такое? Я не радуюсь уже, если его смотрю. Это означает, что не хватает сил. Силы берутся от природы. Вот это ощущение, ой, как мне хорошо. Ну что, вы забыли? Вы, допустим, прошлись по парку, говорите, ой, как хорошо. Это означает, что печали нет. Правда? Ну то есть камень в сердце часто возникает от того, что человек, он не знает, что теперь дальше делать. Понимаете? Женщина готова просто бежать в другой город. Просто потому, что заработалось и вот одиночество. То есть это истощение просто. Нужна просто энергия природы плюс подружки. Все. Никуда бежать не надо. К мамочке захотела, чтобы тот пожалел. Ну найдите себе соратников и все. Итак, мы говорим сейчас на обиду на жизнь, да? Вот человек, он, блин, что-то мне тяжело жить. Это означает, нет энергии природы. Запомнили, да? Вот это решается очень просто. Начали пробежки делать на улице. Это тяжело прошло. Очень легко. Просто начните это делать. Теперь вы скажете, у меня, Олег Геннадьевич, мне некогда это делать. Это не некогда. Это не желание жить. Если вы считаете, что некогда, вот допустим, жрать хочешь, некогда. Или влюбился, некогда на свидание ходить, да? Если тебе, вот ты как тупишь сидишь, как, ой, это тяжело. Ну какую передачу посмотреть, что легче стало? Тебе передача не поможет, потому что передача перераспределяет энергию. А энергию дает природа. Если энергия кончилась, нечего перераспределять. И остаются только наркотики. Это уже как бы ввод себя в иллюзию. Вино. И секс. Все. Понимаете, то есть человек начинает уже буйствовать просто. Пытается что-то сделать со своей жизнью. Есть еще парк имени Горького. Там я вам рекомендую, вот для тех, кто совсем отупил. Вот. Там есть такая лодочка. Она сначала вот так. Там почему-то пристегивают сразу все тело. Она вот так начинает крутиться. Потом дальше сильнее, сильнее. Потом она начинает крутиться вот так. Лодочка, представляете. А потом она наверху замирает. Вот так вот крутится. И потом верхний свет. И вот так вот. Верхний свет вот так. И они там. А-а-а-а. Это называется шокотерапия. То есть человек совсем отупел. Ему что нужно? Сильно испугаться, чтобы начать жить. Он потом выходит. Я одну женщину спрашиваю, когда изучал это. Я говорю, вам понравилось? Она там орала вообще капец. Она выходит такая. Очень. Я говорю, а почему? Вот почему вам понравилось? Она говорит, как-то протрезвела. Ну хорошо, если вы совсем уже как бы вот все уже, как бы уже все. Уже вообще эти телесериалы, у вас уже все, уже полное тупение. Ну хорошо тогда в парк Горкина на лодочку, а потом бегать. Протрезвели как бы. А-а-а-а. А потом бегать. Надо меньше пить, надо меньше пить. Ну что ты? Нормальной жизни надо начинать жить потом. Вот. Ну а если это, я говорю сейчас не о камне в сердце, а просто вот о депресснике. Когда человек чувствует, что все, как бы нет жизни. Вот это вот отсюда. Все эти злокачественные опухоли, все эти вот тяжелые заболевания, это все нехватка энергии природы. То есть без аскеза человек жить не может. Есть всего три типа аскеза, которые продлевают жизнь. Это неподвижное положение тела. Что оно делает? Оно в организм вводит особый вид энергии, которая как бы прочищает все каналы. Человек не двигается, у него, ну, происходит четыре этапа. Первый этап, все тело затекает, как отек такой возникает. Человек думает, ой, наверное, я помру. Вот. Второй этап, жар в теле. Иголочки, жар. Потом дальше, а не менее, как будто все не имеет. И четвертый этап, легкость теле возникает. Вот когда легкость это возникает, и что это за этапы? Это просто вот когда человек не двигается, то энергия в теле начинает пробивать те каналы психические, которые слабо работают. Понимаете? То есть идет процесс пробивки вот этих каналов психических. И когда энергия упирается, то наступает отек. Когда оно пробивает, то начинает жар или иголочки. Когда сильно двигаться пошла уже, но канал слабый, начинается онемение. А потом легкость. Может быть, сразу вы не пройдете все три стадии. Если страх появился, чувствуете опасность. Ну, тогда закончите упражнение. Постепенно, если вы будете хотя бы стоять неподвижно, допустим, вы сможете вот эти психические каналы активизировать, все, которые у вас, как бы, и психика станет крепче. Понимаете? Когда человек не двигается, у него увеличивается запас терпения. Что такое терпение? Это не то, что ты надуваешься, как он... Терплю. Терпение означает, что тебя не сильно раздражает. Если чувствуешь, что запас терпения кончается, значит, нужно неподвижное положение тела. Сочетать надо с молитвой. Когда человек не двигается, очень сильно включается разум. То есть, победа над судьбой в неподвижном положении тела происходит. Второй вариант. Если вы чувствуете, что нет воли. Вот я не могу себя заставить то делать, заставить все. Воля увеличивается у человека с помощью длительного движения. Когда человек бежит или идет, у него сила воли укрепляется. И когда ты чувствуешь, что не понимаешь, что тебе делать, то не парк горького нужен. Нужен пост на воде. Вот эти три типа аскезы, они заставляют всасывать энергию природы и вообще энергию людей. Это как апгрейд, возрождение жизни. Вот человек попастился, допустим, он такой, ой, у него и отношения лучше стали. Понимаете? Он как будто вот заново начал жить. Неподвижное положение тела тоже заново начал жить. Длительно пробежал, заново опять начал жить. Вот эти апгрейды нужны для того, чтобы включаться в жизнь. Еще раз повторяю вам. Вот смотрите, следующее, все, что я сейчас скажу, бессмысленно без этого. Потому что энергию, которую вы получили от природы, потом можно занять в том, чтобы, допустим, очистить сердце от рубца вот этого. Но если у вас нет сил, вы ничего не очистите. Чем очищать-то? Сил нет. Вот, допустим, вам рассказали, как копать яму, да? Лопату дали, сил нет. Будете копать? Нет. Лопата есть, все, как бы инструкция есть, сил нет. Поэтому бесполезно. Поэтому все начинается просто со здоровья. Элементарно. И вот эта фраза «здоровый тел и здоровый дух», она актуальна. Хотя многие говорят, если здорового духа не будет, не будет и здорового тела. Это тоже правильно. Но имеется в виду знание. Здоровый дух означает, человек получил знание, что нужно тело содержать в нормальном состоянии, иначе нет сил. Силы-то из тела идут. Понимаете? Вот в чем прикол. Вот нет сил. Почему? Нет природы. Все. Ну а если говорить как бы о камешках на сердце, то есть два варианта камешков. Вернее, три. Первый вариант — это несправедливость. Несправедливость — это вызов. Ну то есть, понимаете, бывает вот настоящая несправедливость. Ну то есть, реально тебя могут просто начать прессовать правительство, допустим, ракетировать, да? Те люди, которые должны тебя защищать, они начинают разрушать твою жизнь на правах защитников, так сказать. Ну бандиты при власти. Не то, что правительство, это бандиты. Их сейчас массово сажают, но видно, сильно накопилось. Вот если, допустим, тебе просто откровенно говорят, не будешь делать то, что я хочу, сядешь. Не потому что ты плохой, а потому что я так хочу. Понимаете? Это называется несправедливость. Я вам объясняю. Все очень просто. Есть действие снаружи, есть действие внутри. Все начинается с действий внутри. Неподвижное положение тела плюс молитва до тех пор, пока не появится в сердце чувство, что все будет хорошо. Это значит, что ваша аскеза сильнее, чем этого насильника, который разрушает вашу жизнь. Пусть это будет кто угодно, муж, сосед там, или просто еще какой-то человек, который вам что-то угрожает, да? То есть есть чувство несправедливости. Запомните, несправедливость это тоже наша судьба. Это наши поступки в прошлом, которые мы совершили. И против них есть управа. Но надо знать, как это делать. Я вам объясняю. Не двигайтесь. Молитесь. В тот момент, как ваша аскеза будет сильнее этого человека, вы почувствуете. Вам станет легче. Потому что несправедливость, она давит на сердце. Человек чувствует, что он с этим ничего не может сделать. Это значит, что его аскетизм слабее этого человека. Все. Как усилить аскетизм? А просто не двигайтесь и молитесь. Час-два, сколько вам надо. Стойте. Тренируйтесь. Придет время, и вы почувствуете, что вы не боитесь этого человека. Вот это чувство, что все, вы обречены, оно прошло. И когда вы почувствуете, что вы не боитесь, у вас как бы есть силы противостоять этому человеку. Дальше знаете, что надо сделать? Надо Господу в сердце сказать. Пускай он свою злобу на себя направит. Это ему больше поможет. И эта злоба, вот это насилие пойдет на него. Я вам точно говорю, это так работает. И дальше не с вами будут разбираться, а с ним. Потому что все зависит от силы. Если человек, допустим, совершал аскезу когда-то в прошлой жизни, он становится у власти. И если он неправильно использует свою потом власть против людей, то человек тоже может начать совершать аскезы, дойти до его уровня аскетизма и вернуть ему назад его агрессию. Все. И она пойдет туда, куда надо. Потому что Господь реагирует на силу. Вот если человек имеет какую-то силу, у него есть право. Понимаете? Есть такое понятие право силы. Вот, допустим, люди там воюют, они показывают силу. Если у тебя есть сила, значит ты прав. Сила, самое главное, это сила души, сила духа. Понимаете? Сергий Радонежский просто молился, не ел, не спал. И в результате пришла победа. Это исторический факт. Он две недели вот так вот в таком состоянии находился, он победил своей силой духа. Понимаете? То есть, это, понимаете, сейчас нет таких злодеев, чтобы они прямо настолько сильные были, чтобы прямо с ними ничего не сделаешь. Я вас уверяю. Часик в день молитвы неподвижных положений тела, через 5-6 дней вы почувствуете, что стало легче, вы не боитесь человека. А потом просто скажите Господу в сердце, он же там. Пускай он сам получит то, что он хочет. Если это действительно агрессия, понимаете, бывает так, что вы виноваты. Надо раскаиваться тогда. Но если вы не виноваты, то есть это беспредел. Тогда, чтобы камешка в сердце не было, потому что от этого камешки бывают в сердце, понимаете? Вы не справились, человек учинил беспредел, и вы потом в разрушенном состоянии живете. А почему? В чем проблема-то? А проблема в том, что надо вот именно применить силу внутреннюю. Эта сила есть у женщин, у мужчин, у всех. Назвать силу аскезы. Неподвижное положение тела, молитва. И дальше ваша справедливость говорит, пускай сам получит то, что он хочет сделать другому. И это пойдет ему. Вот у вас силы хватило, аскетизма есть. Все дальше, это пойдет ему, и как бы Господь с ним разберется. Понимаете, таким образом справедливость в сердце, это хорошее чувство. Не то, что как бы тебя мучают, а ты типа давай мучайся. Понимаете, это неправильное мышление. Справедливость в сердце, это хорошее чувство, но именно в отношении справедливости. Потому что если вы такое же чувство применяете, допустим, считаете, что какая-то вера плохая, вы хотите всех разрушить, или просто ненавидите людей, то это Бог вам помогать не будет в этом. Понимаете, если кто-то насилие совершает, нечестно себя ведет, вы можете так сделать. Но здесь есть одно но. Если можно этому человеку объяснить, чтобы он понял, лучше это сделать. Я имею в виду о беспредел. То есть беспредел означает, не хочет человек ничего слушать, он хочет уничтожить кого-то. И дальше уже надо поступить так. Есть такая функция, такая опция. Понимаете, если вашей силы аскезы внутренней не хватает, для того, чтобы разобраться с этим человеком, правильно, да, надо выключить все мобильные телефоны сейчас. Лекция очень важная. Люди внимательно слушают. Если у вас что-то пиликать нашло, это на весь зал, и вы будете разрушать атмосферу. Поэтому выключите все мобильные телефоны. А если вы не выключите сейчас, вам будет стыдно. Потому что когда у вас запиликать, я на вас буду смотреть, и весь зал тоже. Все то же самое. Мы живем вечно. Вы берете неподвижное положение тела, слушаете тех, кто молится, молитесь вместе с ними, ждите. Постепенно в сердце возникнет чувство, что вы сильнее. А дальше говорите просто в сердце. Пускай человек все, что сделал, возьмет назад. Подождите, он ушел из жизни от кого? Кто убил его, кто-то что-ли? Это тогда нет несправедливости. Это другое. Давайте сейчас, это не другое совсем. Это не то. Несправедливость, когда берут просто человека, убивают ни за что. Или насилуют. Или отнимают у него имущество. Или насилуют его жену. Понимаете, вот это несправедливость. Вот допустим, у меня дед жил на Украине. Пришли фашисты и поубивали всю семью. Только потому, что он еврей. Понимаете? Он успел просто выпрыгнуть из окна. Ему было там 20 лет. И так он спасся, потому что в холодной воде простоял сутки. Они не смогли его достать. Стреляли, стреляли там, камыши не дали его увидеть. Вот это вот несправедливость. И он всю жизнь вот с этим жил в сердце. Но надо это побеждать. Понимаете? Не надо с этим жить в сердце. Нужна победа. Нужно побеждать. То есть чувство собственно достоинства на живое. То есть Господь что-то не любит. Он передает нам это в сердце. И мы тоже не любим. И человек должен знать, что любить, что не любить. Если что-то надо не любить, и он с этим живет, то будет камень в сердце. То есть смотрите, вот допустим, вы живете с человеком. Он взял, вам изменил. Что делать? У людей есть две опции всего. Бросить или жевать сопли. Есть третий еще вариант. Наполниться Богом и стать строгим с этим человеком. Можно жить отдельно, можно жить вместе. Но не надо спать вместе с этим человеком. С дерьмом спать нельзя. Приятно ему с дерьмом спать? Нет? Если человек изменил, он превратился в дерьмо просто. Надо подождать. То есть нужно дать человеку возможность исправиться. Исправлять только строгость. Понимаете? Сейчас очень много говорят о ювенильной институции, о гуманных вещах. Понимаете, гуманизм, строгость — это также гуманизм. Попытайтесь это понять. Есть вещи, которые кроме строгости ничто не изменит. Вот допустим, если человек изменил тебе, только строгость ему поможет. Это его лекарство. Но если ты строго себя с ним не ведешь, камень в сердце неизбежен. Почему? Потому что Богу не нравится твое поведение. Понимаете? То есть ты получил предательство. Дальше ты должен жить строгой жизнью. Нежность закончилась. Муж избил жену — строгость. Не разговаривать, не общаться, не позволять. Жить отдельно, ставить условия, если дальше продолжается. Наркотики — строгость. Деньги, использование денег — неправильно, хитрое, воровство там — строгость. Что такое строгость? Это наполненность. Вот можно строгим быть человеком, у которого нет сил? Нет. Как тогда жить? Как можно помочь близкому человеку, если он потерял себя? Понимаете? Если человек потерял себя, только строгость ему поможет. Это вторая половина любви, это вторая грань, которая очищает сердце. Понимаете? Если ты как бы над тобой совершается насилие, и ты строгость не применил, значит, твое сердце будет попрано, оно не станет счастливым. Камень неизбежен в сердце. То есть иногда строгость является силой, которая очищает. Допустим, ко мне подошла женщина, она говорит, у меня мой родственник, он как бы обманул меня, не отдает мне деньги. А деньги для меня очень большие. Я не хочу как бы, не хочу, ну он же родственник, ну пускай живет себе. Я говорю, а вы-то будете жить? И она говорит, я не знаю, я не могу это принять. Это значит, что ты приняла неправильное решение. Неважно, родственник это или не родственник. Накажи его, заставь его отдавать деньги. Если не хочешь, пусть будет наказан. И тогда тебе станет легче. Потому что ты совершишь правильный поступок. Человек, который берет чужие деньги и думает, что все нормально, он потом сделает то же самое тысячу раз, потому что так действует грех. Грех заставляет человека грешить еще и еще, пока его кто-то не накажет. Почему ты думаешь, что не ты должен это делать? Сделай, потому что это твоя жизнь. В чем проблема? Если человек раскаивается, отдает, не надо наказывать. Все нормально. Наказать? Судом? Какая разница? Я еще раз повторяю. Вы как бы кормите ядом змею, которую поселили рядом с собой. Какая разница, если человек предал тебя, в чем его родственность заключается? Предательство нельзя поощрять. Ни у кого и никогда. А? Ну, есть как бы разные веселые ребята. И государство как-то нормально на это смотрит. Я серьезно. На все есть сила. На каждую силу есть сила. Я не верю, что на силу нет силы. У женщины силы нет. Женщина дает жизнь. Женщина забирает жизнь. Женщина забирает счастье у человека. Женщина обладает в тысячу раз больше силы, чем мужчина. Потому что мужчина действующее начало, а женщина благословляющее начало. Если женщина на правах того, что ее предали, допустим, берет человек и бросает жену с несколькими детьми. За что? Да просто так, потому что он себе нашел получше. На правах, как бы, вот это, типа, женщина бессощитная, да, она ничего не может сделать. Напрасно вы так думаете. Женщина обладает огромной силой. Она просто в сердце говорит, ты за это ответишь. И должно стать легче здесь. Если становится легче, значит, все. Ты живи счастлива, он будет отвечать. А почему стало легче? Потому что ты совершил правильный поступок. Иногда любовь проявляется в строгости. Не обязательно она должна проявляться всегда тем, чтобы, как бы, гладить человека, поощрять. Камень бывает от чего? От того, что ты на несправедливость неправильно среагировал. Нужно изучать эту тему. Допустим, ты живешь с мужчиной, он пьет, бьет, гуляет, а ты терпишь. Это нормально? Ты кормишь змею молоком. Если змею молоком кормить, яд становится еще сильнее. Женщина должна знать, что она может благословлять грех тем, что она поощряет это все. У женщины есть сила. Ее сила – это давать любовь и забирать любовь. Без любви никто жить не может. Вот если женщина взяла, отдельно начала жить, она служила, заботилась о человеке, начала отдельно жить и, как бы, не бросает его. Просто ставит условия, как надо жить вместе. Это очень большая сила. И женщине такой становится легче жить. Почему? Потому что она сделала то, что надо. Часто люди страдают от того, что они не делают то, что надо. Вот, допустим, человек, с которым ты прожила, как бы, какое-то время, ну, это глупо тоже, жить с человеком, который не берет тебя замуж. Ну, даже не в этом дело. Он говорит тебе, ну, у меня подружки еще есть. Давай дружить просто. Что значит «давать дружить»? Женское тело предназначено для верности, для семьи, для того, чтобы рождать благочестивых детей. Какие благочестивые дети будут, если ты с кем-то дружишь? Вот что ты скажешь своему ребенку про папу? А мы с ним дружим, и ты вот из-за дружбы появился. Смешно, правда? Дети должны не из дружбы появляться, а из верности. Тогда они становятся сильными, они чувствуют опору в жизни. Так женщина, значит, для этого и должна жить. Она не должна позволять вообще ни одному мужику трогать свое тело без росписи. Это уже унижение женского достоинства. И из этого все начинается, понимаете? А потом удивляет, что мы такие одинокие и несчастные. Да будьте, уважайте себя. Камень сердца часто бывает от того, что человек себя просто не уважает. Вы скажете, что так или где, значит, в современном мире одна вообще останешься. Бред. Если женщина вот уважает себя, она становится такой привлекательной. И кого она привлекает? Только нормальных мужиков. Потому что остальные все ее начинают бояться. У нас сильная такая именно в своей чистоте. И сразу все отваливаются, эти блудники. Субтитры создавал DimaTorzok